Новоекатерииновская Новоекатерининская В Первую мировую войну станичники воевали в составе конного полка пластунов и батарейцев, иногородние – в полках пехотных, пограничной страже. Новоекатерининская Что, собственно, и имело место. Не случайно в годы Гражданской войны многие станичники выступали на стороне добровольческой армии. В Новоекатерининской одно время располагались войска генерала Боровского. 6 сентября 1918 года здесь побывал Деникин. За годы войн и революции народное хозяйство было сильно подорвано. Но военные раны были залечены в период НЭПа. Жизнь принимала нормальный облик. В последующие годы в станице проводилась коллективизация. Зачастую она велась принудительными методами, разоряя хозяйство, дававшее основную часть зерна. Завышенные планы хлебозаготовок вызвали голод и небывалую смертность. В Великую Отечественную войну станичники защищали Родину. В 1942 году в небе над Новоекатериновской в бою с фашистами погибли два советских летчика. Ныне они похоронены в братской могиле. Среди уроженцев станицы герой Советского Союза. Сотников Михаил Трифонович, старшина второй статьи, командир полуглисера. Погиб в боях за Берлин в 1945 году. В первые же дни после изгнания оккупационных войск в Новоекатериновской началась работа по восстановлению народного хозяйства. После войны станица благоустраивалась. Хотя полного рассвета не произошло и до ныне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова